Я вас приветствую, это прогноз и рекомендации на 8 сентября, это четверг. Четверг у нас день Юпитера, а в целом день сам благоприятный для путешествий. Начало лечения, стрижки, ремонты техники и авто, но вот стрижься в четверг я не рекомендую. Вот, но мирология говорит, что негативные факторы не смогут испортить планы, и день дает определенное везение для тех, кто на пути. И подпитка активного порыва на поиск чего-то нового. Солнышко по дизайну человека находится в 64.5. Вдохновение, упорство, подкрепленное внутренней решимостью, освещает путь другим. Вы понимаете, что ваш внутренний свет может рассеять сомнения и замешательства других людей. Реализуем через 63.5. Благодетельность. Ценить искренность больше, чем внешний блеск. Крупные достижения возможны, если вы будете честны и откровенно анализировать свои сомнения и действия. Помимо этого, дизайн дает такой посыл. Смелость. Когда вы видите безответственные действия, вы указываете на ошибки тех самых людей, которые так поступают, и исправляете их. Вы используете воображение, чтобы выйти из кризисной ситуации и помочь окружающим. Вы настолько жились со своей истиной, что она стала осязаемой реальностью, и это производит огромный эффект на людей. Ваш гибкий и рациональный ум распознает и приветствует все дары жизни. В целом, манифестерский транзит у нас очень интересная осень начинается, направленный на успех. Это дает притяжение людей на основании того образа, который вы перед ними создаете. Уважно не кормить чужие ожидания в этот день. Будьте внимательны. В этот день может быть проявление мошенничества. Сами же старайтесь заключать сделки и делать что-то для других людей на основе взаимовыгоды или взаимовыручки или взаимоподдержки. Двадцатые ворота, они ворота ловкача, они дают хитрость. Ухаживайте за своим телом, духом, и помните, что в здоровом теле здоровый дух. Это очень сильно коррелируется с темой купания в разных святых источниках, где вода на самом деле очень-очень-очень холодная, или крещение. И от силы духа зависит то, человек, во-первых, сможет это сделать или нет, а во-вторых, принесет ему это пользу или вред. Если человек не готов, пользы ему это не принесет. Поэтому все нужно учитывать. И проверить свою энергию тоже, конечно, возможно. При этом это четверг, день Юпитера. В этот день очень важно никого не осуждать и не критиковать. Особенно женщинам в этот день табу на то, чтобы критиковать мужчину, потому что мужчина в женском гороскопе олицетворяет супруга. Делайте мысленные поклоны всем мужчинам, которых видите на пути, в метро, в автомобилях, когда переходите дорогу, на работе или в магазине. Будьте чисты и непредвзяты. Помните? Фокус внимания лишь на материальных благах еще никого не сделал счастливым. На Титанике все были богатые, но им не доставало удачи. Что такое удача? Это знание, это накопленный опыт. Но помимо этого есть небесная удача и генетическая. Генетическая удача – это то, что нам дается от предков. Грубо говоря, перед периодом Питру Пакши, это может дать серьезные звоночки. В лучшую или в худшую сторону. Если вы все делаете правильно, вы будете получать какую-то незримую поддержку, как будто есть ангел-хранитель. И работа на Питру Пакши тоже может привести к результатам того, что что-то может в жизни измениться. Независимо от нас, на самом деле. Ну, мы поработаем, да, но могут возникать обстоятельства, необъяснимые с точки зрения логики. Когда нас, например, выталкивает откуда-то. В принципе, человек может и заболеть, и что-то может случиться, например, его уволили, да. Но в любой ситуации, которая происходит, нужно находить плюс. Например, человека увольняют с нелюбимой работы. И у него появляется возможность заняться чем-то для себя, подумать, чем же он хочет заниматься. Вот, поэтому ангелы-хранители тут очень актуальны. Старайтесь не сеять неблагоприятную карму. Будьте бережливы в обращении с денежками. Не тратьте их сильно. Не транжирьте. Не переедайте. Вся тема контроля по тому, что входит в рот, что выходит изо рта. Контролируйте речь. Старайтесь выражаться только тогда, когда вас просят. И только теми словами, чтобы вас поняли. И чтобы эти слова были благоприятными и несущими какое-то добро. Каждое наше слово, даже наша мысль подхватывает энергии Вселенной. И как бумеранг нам потом обратно посылает. Мы о ком-то подумали, хорошо. Раз, хоп, у нас что-то улучшилось. Мы о ком-то подумали, плохо. Раз, и у нас ситуация возникла очень сильно похожая на ту, которая нас, ну, как-то зацепила. Немножко мы над ней посмеялись, а потом, хоп, и в нашей жизни приключилась похожая ситуация. Поэтому очень важно, не говори такую фразу, ну, как же так можно? Потому что вот вам прям покажут носом тыкнув в то место, ну, так можно, да? Как мы вспоминали. С одной дамой, с которой мы были на ретрите, я была первым человеком, который там в чате начала писать, что возьмите меня, пожалуйста. В прошлый раз, когда должен был организоваться ретрит, я продала диван. Ну, и как выяснилось, так это ты продала диван. И она посмеялась над этим, а потом сказала, блин, я посмеялась над тобой, а потом у меня на саму денег на ретрит не было. Поэтому очень важно следить за всеми вот этими сигналами, отслеживать себя периодически и давать себе в этом отчет. Для благих результатов Юпитера можно по четвергам кушать орехи, масла и мед. Очень благоприятно на ночь мазать ноги кунжутным маслом. Чтобы поддержать иммунитет, в нем много кальция на самом деле. А кальций это то, что часто говорится, да, витамин D, он частично связан с кальцием. И помимо того, чтобы бывать часто на солнце, можно еще поддерживать его таким образом. Во многих листовых растениях на самом деле тоже содержится кальций. А что у нас с самим Юпитером? Он находится все так же в рыбах. Он ретроградный, что дает определенные качели за теми денег, за теми отношений. В общем, в целом, по всем сферам жизни-то Юпитер может набедокурить и привести нас на самом деле к балансу. Но я скажу, что все-таки для восходящих овнов это самое непростое время. Потому что Юпитер, хозяин дома удачи, находится в 12-м доме. И он выражается таким образом, что если вы делаете что-то духовное, если вы действительно хотите что-то духовное, вам придут блага. А если вы хотите что-то материальное, ничего вам не придет. А, крайней мере, я такие выводы делаю на основании нескольких человек, которые тоже восходящие овны. Юпитер попадает все так же в Накшатру Утара Бхадрапада, которая очень философичная. И в Навамшу Весов. Весы — это неодушевленный знак, задача которого — стремление к равновесию в своем окружении. То есть человек как бы сливается с окружением. И ему может быть очень плохо, если люди вокруг ругаются. И поэтому он всеми силами будет заставлять скреплять людей после каких-то конфликтов. Или наоборот, стремиться к тому, чтобы просто все было мирно. Всем досталось поровну. Где-то будут стараться это делать, получат ту самую удачу, о которой я говорила выше. Юпитер находится в 17.3. Он соединяется с моим солнышком. Ценить то хорошее влияние, которое необходимо для внутреннего роста. Может быть, переоценка мнений. То есть тема мнений тут, конечно, очень сильно может проявляться. При этом у нас 13-й лунные сутки. Интуиция, ответы на вопросы и информация усваивается легко. Хороший день для целительства и омолаживающих практик. У этого дня очень много символов. Колесо, прялка, змея, кусающая себя за хвост. Действия надежда. Это день накопления информации, коррекции прошлого, работы с кармой. Астрологи полагают, что в этот день усиливается процесс протекания жизненной энергии праны. Происходит энергетическая подзарядка. И если вы верно следовали лунным ритмам, то получите дополнительные силы. День связан с колесом сансары. Символ бесконечного круга. Поэтому не удивляйтесь, если испытаете несколько раз за день ощущение дежавю. Особенно включая ретрогранность Сатурна. Это дежавю может быть связано с работой. Отнеситесь ко всем этим ощущениям без раздражения и лишних вздохов. Очень важно понять свои ошибки и исправить их. Это самый благоприятный день для очистки кармы и распутывания противоречий. Очень хороший день. Чтобы собраться вместе, этот день не рекомендуется проводить в одиночестве. Причем не важно, с кем именно вы соберетесь. Это могут быть бывшие одноклассники, коллеги по работе, лучшие подруги или вообще на субботник. То есть любые мирные сборища будут благоприятными. А коллективная работа может принести ощутимую пользу. А еще хорошо в этот день взять книгу, потому что какая-то информация, которую вы не могли понять раньше, сегодня будет просто влетать в мозг, и вы все поймете. Очень хорошо добраться до каких-то курсов, у которых была такая история. А также, если вы хотите изучать иностранные языки, это очень хороший день для этого, потому что можно очень быстро продвинуться. И это будет хороший зачин для того, чтобы очень быстро овладеть этим знанием. Можно сделать практику на 13-й лунные сутки, которая прикреплена к видео. При этом луна у нас большую часть дня находится в созвездии Тхаништха, которая благоприятна для исполнения религиозных ритуалов, медитации, йоги, групповой деятельности, второе подчеркивание. Крупные праздничные мероприятия с огромным количеством людей. Например, концерт, церемония открытия и что-то в этом духе. Творческая деятельность в целом, особенно музыка и танцы. Это покупка новой одежды, изучение, использование высокотехнологичного оборудования. И я хочу на это обратить внимание, потому что в четверг Меркурий еще не ретроградный. Но с 10 сентября он войдет в ретроградное движение, в знаке Девы. В общем, это, конечно, сильно, но не рекомендуется с документами какие-то делать махинации. То есть покупать что-то крупное. Например, вы накапливали, накапливали, накапливали на что-то, на телефон дорогой, да? Ну вот нужно сделать это либо до, либо после. Но, включая этот год, я бы уже рекомендовала, скорее всего, в следующем году. Если успеете до 10 сентября, то это будет круто. Или покупка машины, или покупка дома, или регистрация документов каких-то. Например, 100 у нас может быть, наследство, рождение детей. То есть надо быть очень внимательным в любом случае, где есть какие-то данные, все документы. Если вы делаете страховку на машину, тоже надо все проверить. Ну, в общем, циферки, буковки. И все вот это вот может очень сильно меняться местами и заставлять иногда смеяться от того, как может быть все это построено. У меня в один год было такое количество опечаток. Я даже уже и не понимала, у меня был вопрос, кто я. И у меня в этом году столько делали опечаток фамилии. У меня была фамилия Воронова. Ее переначивали как только могли. И Воронкина, и Воронцова, и Воронкова. Я думала, ну как же, как же так? Вроде бы простая фамилия. Вот. Потом, конечно, я ее поменял. Меня меняли год рождения. Мне приписали два года. Отчество путали. Номер квартиры, название улицы. И будьте внимательны везде, где фигурируют какие-то данные. Будьте очень внимательны. Я почему-то все вот это вот замечала. И причем мне тогда нужно было делать анализы. Я была реально удивлена, что одна организация, в которой я делала порядка десяти анализов, по-моему, только одна бумажка была, в которой не было ошибок. Поэтому имейте это в виду. Ну и, соответственно, дети, конечно, в школе могут быть не очень сильно внимательными. Поэтому не очень сильно на них ругайте, исключая того, что день Юпитера. Поощряйте их. Или, если они очень сильно расстроились из-за учебы, похвалите как-то или займитесь чем-то вместе. Потому что я смотрю, как дети сейчас чувствуют безумное одиночество. Если мое поколение постоянно собирались, родители, друзья, родители, и вот дети все вместе собирались. Мы что-то делали, мы в приставку играли, мы на лыжных палках дрались. Я не знаю, мы гуляли с утра и до вечера. То сейчас дети сидят просто в телефоне. Поэтому проведите с ними время вместе. Они на самом деле этого хотят, просто они не могут об этом сказать, потому что они еще маленькие. Можно поиграть в настольные игры какие-нибудь, обучающие, развивалочки всякие разные. На самом деле такое количество игр огромное и очень классных. А также для Тханишской благоприятное путешествие, начало лечения заболеваний и садоводства. Неблагоприятная рутинная деятельность, домашняя деятельность, уборка, стирка и прочее. То есть делаем все это в какой-нибудь другой день, не сегодня. Отказ от старых привычек. Формирование партнерских отношений. Встречи с людьми, требующими тактичного, разумного и нежного обращения. Это такая немножко, она, конечно, не свирепая, она к шатру, но она управляется Марсом. Ей нужно вот такой вот огонек задать. Ну и также неблагоприятная сексуальная активность и брак, потому что, ну, там будут игры на нервах, это 100%. И Луна находится в Козероге. Я освобождаюсь от всех горести и печалей, накопившихся в моей душе. Я отпускаю от себя все свои страхи и все, что мне мешает. Я чувствую, как меня наполняют радость и надежда. Я признаю свою способность ставить перед собой разумные цели и достигать их. В качестве зрительного образа можно представить себе шар синего или голубого цвета. Я хочу сказать о том, что 18 сентября у меня будет очень интересный эфир ВКонтакте. Может быть, я его сделаю параллельно и ВКонтакте, и в Ютубе. И я буду делать презентацию, но не так, как обычно. В общем, кому интересно, тема азы дизайна, запуск моего курса по азам дизайна, в скобках человека, да, где я буду показывать все возможности. Ну, не все, да, те, которые мне известны. И почему вообще дизайн человека – это очень крутая система. Я буду делать это с помощью мольберта, ватманов и микрофона. Поэтому не пропустите такую вещь. Честно, мне надоели все вот эти вот стандартные презентации, где показывают цены, где показывают... Как оплачивать? Кто захочет, тот оплатит. Вот, поэтому я ищу только единомышленников. Мне неинтересны люди, которые чем-то безумно недовольны и просто хотят выместить все на каком-то учителе, которого не знают. Я ищу людей, которым это действительно интересно. И я верю в то, что такие люди обязательно найдутся. Цены у меня будут очень демократичные. Мне гораздо меньше, чем то, что я давала за обучение. Но, тем не менее, оплата все равно важна. Плюс я проходила огромное количество обучений. Смотрю, как обстоят дела с учителями, как обстоят дела с учениками. И скажу, что когда цена очень сильно большая, у человека могут быть завышенные ожидания. И плюс тема, связанная с подключением кредитов. Я не приветствую эту тему, потому что это как такой кармический долг. Поэтому цены будут такие, что человеку не придется брать кредит. Либо, если он возьмет у кого-то в долг, он достаточно быстро отдаст. И, в общем, все про обучение я расскажу уже 18 сентября, в воскресенье. И желаю, чтобы этот день, 8 сентября, прошел у вас в радости, легкости и безупречности.